Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Развелись с бывшим мужем из-за того, что он бросил меня с двумя малолетними детьми. Ушел к женщине, которая старше его на 15 лет и у самой трое взрослых детей. Обвиняет меня, что я холодно себя вела и негативно, но я так себя вела из-за того, что он часто врал и не вызывал в последнее время никакого доверия. Хотел узнать, осознает ли свою ошибку и захочет ли вернуться ко мне. Ну, смотрите, Полина, здесь статус заключается в том, что вы задали вопрос психологу. И с точки зрения психологии, в разводе, в том, что случилось, принимают участие оба партнера. И есть в этом и ваша ответственность тоже. В первую очередь нужно сказать, что развод – это травма психологическая. И эта психологическая травма достаточно серьезная, сильная. Вот. Сильно влияющая на вас. И, соответственно, как следствие этого необходимо с этой травмой поработать. Это первое. Первое, на что нужно обратить вам внимание. Это то, что вы обрадываетесь перед мужем, боретесь с ним. Вот. При этом забываете, на мой взгляд, такую важную вещь, как само себя. Вот. То есть, ну вот, просто забываете об этом. О том, что есть вы, о том, что есть ваши желания, есть ваши приоритеты, есть ваши позиции, вот, есть ваша точка зрения на, ну, на то, что происходит. В том числе, вот, как раз, с вашим мужем. И первое, что здесь нужно сказать – это то, что вы отдалаетесь от себя. Ну, просто, вот, отдаляете от себя очень сильно, когда, ну, что, объясняете своему мужу или нам сейчас. Здесь стараетесь объяснить, почему вы поступали тем или иным образом. Как я думаю, это не важно, почему вы поступали тем или иным образом. А как я думаю, важно то, как вы реагируете. Как вы реагируете на те или иные события, на те или иные поступки, поведенческие проявления, в том числе вашего мужа. Здесь проблема личных, личных границ, в первую очередь, ваших личных границ. И это, конечно, очень, как мне кажется, как мне видится, очень серьезно это бросается в голову. Поэтому ваша задача как раз таки с личными границами поработать, чтобы более корректно реагировать на какие-то действия не только вашего мужа, но и всех остальных. Ну, людей. Вот. Не только вашего мужа. Понимаете, да? Дальше. Судя по тому, что вы пишете, несмотря на то, что вы развелись, а вы все равно своего мужа, как будто бы ждете, все равно вы надеетесь, что он вернулся той, вы не живете в своей жизни. Вот. А задача как раз, когда он вот вернется в память или оформляет ошибку. Вот. При этом вы предполагаете, что виноват только он. А вы, значит, ничего не делали. Вот. Поэтому вам необходимо взять на себя ответственность, что именно ваш вклад в... это то, что произошло. Если вы этого не сделаете, то даже при условии возвращения вашего супруга к вам, а... но все-таки... Ситуация... повторится. То есть, ну, опять будет... ...ээээ... ...эээ... ...конфликты между вами. Опять будут... ...эээ... ...ссоры между вами. Опять будут... ...эээ... ...эээ... ...ссоры между вами. Ну, какие-то неудовлетворенности между вами. То есть, ничего не изменится. Вот. То есть, в этом смысле вы, эээ... ...вот... ...как мне... ...эээ... ...кажется... ...эээ... 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 ...ээээ... ...ээээ... Далеко он повернутый на мужчину, ну на мужу, он же тоже бывший муж. Так он принял решение жить дальше, а вы нет. Дальше, необходимо, на мой взгляд, поработать с чувством вины. Как мне кажется, чувствую вину вас тяготеет, что в свою очередь может провоцировать на излишний негатив, понимаете, что-то как бы, ну, именно излишний негатив на вашего мужа, и ничего хорошего из этого не получится, слава. Опять же, такая вот история. Вранье у вашего мужа, значит, ну вот, вранье вашего мужа его, скажем так, вот недоверие, да, то есть, вашу недоверие стимул. С одной стороны связано с тревожницей, вашей тревожницей. И ваша задача обратить внимание именно на свою сторону, а не на сторону мужа. Вот. Сейчас, как вы, значит, ну, как вы понимаете, вы обращаете внимание на муж. Говорите, вот он, он отравляет ли он, захочет ли вернуть. Вот. Вот это, конечно, такая вот довольно, значит, серьезная проблема, на мой взгляд. Можно ли это решить? Да. Да. Если вы захотите заниматься психотерапией. Вот. Потому что сейчас, ну, прощение, как оно может выглядеть, для нас, то это обещание, что он больше так не будет. Ну, и применяю твою ошибку. Но за ошибкой, за его вранье, и поведением Которая, как вы говорите, не вызывает у вас доверие, стоит какая-то история, история вашего мужа и вам эту историю по возможности нужно узнать, если вы хотите выстраивать мужа хорошая, хорошая, если не узнаете, если не будете этого делать, то у вас не получится воспринимать своего мужа как личного, коей он и является. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи.